Одинаковыми быть нам не обязательно. По таким девизам 22 июня в Чебоксарах откроется уже второй по счету международный особенный фестиваль. В чем его особенность в нашем репортаже? Еще в 2009 году Чувашский государственный театр кукол стал обслуживать особенных зрителей по особенной системе. К примеру, для детей инвалидов начали создавать специальные спектакли. Единомышленников по стране оказалось много и в октябре прошлого года в Чебоксарах прошел первый особенный фестиваль для особенного зрителя. Мы создали спектакль для инвалидов носорог и жирафа о прекрасной длинной жирафе и приземистом, но могучем носороге. Все зверюшки над ним смеются. А вы знаете, наши зверюшки это человеческие отношения. Мы учим детей именно на этом, на кукле и на взаимоотношениях вот таких зверят, как правильно поступать и добру и злу. И вот эти существа дружат, несмотря на то, что их дразнят. И эпиграфом к фестивалю, нашему особенному фестивалю, стали слова из песенки из этого спектакля. Как хорошо, как хорошо. Просто замечательно. Одинаковыми быть нам не обязательно. В этом году фестиваль стартует 22 июня. Площадкой станет не только театральная сцена. Спектакли пройдут в больничных палатах, реабилитационных центрах и даже дому тех детей, которые не могут посещать театров. В столицу Чувашии приедут коллективы из других городов и даже стран. На мастер-классах и творческих лабораториях участники, которые работают с особенными зрителями, поделятся опытом и идеями. Впрочем, посетить фестиваль будет полезно всем. Ведь, пожалуй, главное отличие особенных спектаклей – тематика и призыв. Для детей-инвалидов призыв радоваться жизни и развиваться. Для всех остальных толерантно относиться и быть рядом. Кстати, в конце июня чебоксарцев ждет еще кое-что особенное. Спектакль под названием «Необыкновенный концерт» поставили еще в 1968 году. С тех пор показали уже более 10 тысяч раз. И покажут еще в Чебоксарах. Впервые в столицу Чувашии на гастролях театр кукол имени Образцова. Кроме спектакля «Рекордсмена» актеры привезли кота в сапогах и путешествия Гулливера.